очень многие люди они боятся будущего и начинают искать заработок в интернет они хотят не зависеть от этого всего а интернет позволяет от этого всего не зависеть и соответственно вот смотрите сейчас существует оффлайн и существует онлайн они практически сравнялись по объему дальше тенденция движения куда в онлайн оффлайна будет все меньше меньше и меньше то есть онлайн наступает на оффлайн и получается что людей которые работают оффлайн их все меньше меньше и меньше то есть по сути своей все эти ситуации толкают людей в интернет в некое другое пространство в некий другой мир в котором как бы все вроде как хорошо и вот здесь как бы возникает такая ситуация что человек утрачивает связь с действительностью вот здесь границы стираются и виной всему вы помните начиналось это все с пву то есть человеческие границы то есть оффлайн и онлайн соединяются становятся идентичным одним этим то есть эта гиперреальность она становится что реальней чем симуляция и иллюзия и еще реальней чем гиперреальность предыдущая то есть по сути своей мир виртуальность становится миром реальным а миром реальность становится миром виртуальным возникает вот тот самый фильм матрица то есть по сути своей мы семебильными шагами идем вот в это вот ущербное состояние которое вот помните в матрице они использовали человечество как батарейки вот куда ущербней человек превращенный в батарейку у стругацких во втором нашествии марсиан они их использовали как дойных коров налоги можно было платить желудочным соком начиналось помните все это то есть батарейка дойная корова скажите пожалуйста а кто он сейчас человек я вам скажу сегодня все вот эти вот люди которые обыкновенные их пытаются превратить в некое оружие то есть пистолет в автомат в копье в нож то есть по сути своей неадекватный человек это слон в посудной лавке то есть то есть это некое оружие дестрой разрушитель некий подали напряжение разрушение произошли подали напряжение разрушение произошли смотрите в чем разница того что было это и того что есть Раньше Атаковали систему То есть была некая система Офис и так далее Вот ее атаковали Сегодня атакуют людей А они сами разрушают Офис Все что угодно Становясь слонами в посудной лавке Сегодня Нет смысла атаковать офисы Потому что офисов нет Это ширмы Поэтому мы атакуем людей Люди попадают в напряжение И начинают Становиться слонами в посудной лавке И изнутри все разрушают наружу И они вам Сложат Бизнес быстрее Чем Вы будете пробиваться через эшелоны Обороны Пытаясь атаковать Некую систему И когда мы говорим Что возникает некая ПВУ ПВУ направлена На конкретных людей То есть Я атакую конкретного человека По задумке Должно произойти так Этот человек Должен Создать напряжение Вот этим людям Эти люди Находясь в неадекватном состоянии Должны приводить офис В дурдом И подорвать его изнутри Поэтому Атаковать Мне нужно Кого? Не Человека Который В офис Ходит На пять минут А человека Имеющего власть А так как Эти люди Самые обыкновенные люди То они начнут создавать Напряжение Вот этим Вот людям Которые находятся В составе конфигурации Эти И начнется Сумасшедший дом То есть По сути Когда Людей превращали В оружие Вот по этой схеме Вот по этой схеме Здесь Взаимодействовали Глобальные угрозы И ПВУ До них мы До глобальных угроз Как бы дойдем Сейчас Речь идет Только ПВУ То есть Разряд Напряжение Разрушение То есть Принцип действия ПВУ Разряд Напряжение Разрушение Вот схема Смотрите Люди Они Хотят Жить В неком Мире Где все хорошо И они Постоянно Мигрируют Туда Где хорошо Вот как Итальянцы Побежали По всей Европе Они убегали От того Где плохо Туда Где хорошо Смотрите Помните Мы с вами Обсуждали Некую Линейную Функцию Связанную С физикой Козырева Что Гусеница Она Ползет От страданий К удовольствию Вот сюда Куда От страданий То есть По сути Своей Люди Будут Мигрировать Бежать Туда Где Хорошо Представьте Себе Представьте Себе Что Мест Где Хорошо Нет Тогда Из двух Зол Выбирают Меньшее То есть Где Плохо Но не настолько Плохо Как было Там Верно Старая Поговорка Что человек Ищет Где Лучше А рыба Где Глубже Всегда Актуально Тем Представьте Как Выглядит Наилучшая Обстановка Для человека На сегодняшний день По сути Своей Это Удаленная Деятельность Что Что это Значит Я Являюсь Неким Дополнительным Модулем Компании И Я Имею Таких Компаний Ну Скажем Две И там И там Я работаю Удаленно Я Ни к этой Компании Икс Ни к Икс Два Не имею Никакого Отношения Атакуют Людей Вот Здесь Находящихся Внутри Видите А я Нахожусь Где Вовне Видите И Соответственно Что бы Здесь Не случилось На меня Это Никак Не Влияет Кроме Как Прекращает Потоп Денег Да Но Если Я Буду Человеком Благоразумным То Я Еще Третью Себ Компанию Заведу Экстрим На всякий Случай И Получается Что Вот Эти Удаленные Люди Удаленные Люди Это Сегодня Предел Мечтаний Среднестатистического Человека Смотрите Дальше Но Существуют Анахронизмы Которые Сильнее Вот этого Всего Смотрите У нас Живо Еще То Поколение Которое Говорит Надо Ходить На Работу Надо Ходить На Работу У нас Еще Живо То Поколение Которое Говорит Что Нужно Учиться Учиться То есть Университет У нас Еще Живо Та Поколение Которое Хочет Пенсию Обеспеченную Минимально Обеспеченную Старость И Возникает Конфликт Между Вот Этой Системой И Вот Этой Системой Между Этой Между Системой Что Происходит Кто На Остре Конфликта Опять Человек Он Маме Говорит Это Опасно Туда Ходить Она Говорит Иди На Работу Не Морочи Голову Он Приходит Оттуда Весь Покалеченный Домой Она Говорит Ты Плохо Работаешь Видимо И Так Далее Этого Подобного А Здесь Этажи Складываются Здесь Этажи Складываются Вот Тут И Он Думает Мама Говорит Надо Идти На Работу Вот Это Все Нужно Нести Домой И Здесь Распределять И Начинают Разрушаться Отношения Между Людьми В семье Между Друзьями И так Далее Люди Начинают Атомизироваться Каждый Сам За себя Атомы А Атомизация Позволяют Этими Людьми Что Очень Удобно Управлять Одному Человеку Страшно Одному Человеку Страшно И Его Деятельность Можно Направлять Куда Угодно Куда Правильно На Общественную Деятельность То есть Должен быть Вентиль Как говорил Сонди Должен быть Выход Этого Всему Кто Виноват Во всем Известно Кто Государство Общество И у нас Появляются Революционеры Революционеры